Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодняшнее видео мотивация для девчонок, и многие парни пристыдятся, ведь не каждый может подтягиваться больше 10 раз. А сегодня вы увидите, как девушка практически с нуля пришла к очень серьезному результату в подтягиваниях, далеко за 10 повторений. Парням должно быть стыдно. Как это делается? Всем привет! Сегодня мне хотелось бы рассказать отдельно про подтягивания. Это было моей мечтой еще с самого детства. Я всегда любила висеть на турниках, кувыркаться, и один раз так получилось, что я кувыркалась-кувыркалась и упала с турника. Получила сильное растяжение, ходила в гипсе около месяца, но суть не в этом. Просто мне очень хотелось научиться. Я не знала, как, никто меня научить не мог. Но это было, когда мне было, не знаю, лет 12, может быть, может больше. Точно не могу вспомнить. И после этого, когда я пошла в институт, как-то я об этом немножечко подзабыла. Просто мне казалось, что никогда у меня это не получится, хотя мне сильно хотелось. И потом я пошла заниматься в спортзал. И там мне сказали, меня буквально убедили в том, что подтягиваться может любой, неважно, это женщина или мужчина. Поэтому я подумала, ну почему бы и нет. Буду просто пробовать, пробовать и пробовать каждую тренировку. До тренировок по системе периодизации прогресса у меня в подтягиваниях не было. Единственное, что я могла делать, это подтягивания параллельным хватом. То есть, использовала ручку от тренажера V-образной формы и закрепляла ее на турнике. И таким образом подтягивалась. Как бы вот этот вид подтягивания давался более-менее хорошо. Но подтягивания широким хватом, нет, это было очень и очень сложно. Начав заниматься в программе Егора, я также продолжала подтягиваться. И еще начала отжиматься от брусьев, так как отжиматься я тоже не умела. Ну и где-то раз пять я могла сделать не больше, может быть даже и меньше. Точно не могу вспомнить, когда первый раз у меня получилось подтянуться. Но как бы это не самое главное. Я к этому очень и очень долго и упорно расскажу, что же помогло мне, чтобы научиться подтягиваться. Ну, во-первых, это понимание механики движения. Как происходит подтягивание, за счет чего, каких мышц, что нужно напрягать, что расслаблять. Это, конечно, непросто. Но я вот приведу цитату из статьи Егора, очень хорошая статья, спина от А до Я. Тоже, конечно, мне помогло в этом разобраться. Самое первое, о чем следует помнить и постоянно держать в голове, это то, что работать необходимо лопатками и локтями. Вы всегда должны сводить лопатки вместе в точки пикового сокращения мышц. Например, в верхней точке всех подтягиваний. Сведенные лопатки – это залог того, что нагрузка бьет точно в широчайшую мышцу спины, а не рассыпается по соседним группам. Вот это было таким ключевым моментом. Ну и, конечно же, я люблю представлять, понимать, где какая мышца расположена, куда она примерно крепится и как они работают. То есть, если у меня есть картинка в голове, ну, у меня просто мышление такое образное, то мне легче таким образом воспринимать информацию и делать что-то, даже физические упражнения. Следующее, что я поняла, что нужно напрягать все тело целиком. То есть, не просто повиснуть на турнике, расслабиться, забыть обо всем, конечно же, нет. Нужно подойти к турнику. И то же самое, как вы, например, делаете присед, либо становую тягу, вы же все равно напрягаетесь. Напрягаете не только свои мышцы, но и волю, что сейчас предстоит делать. Поэтому ни в коем случае не виснуть на турнике в расслабленном состоянии. Нужно сгруппироваться. Также, ну, понятно, что подтягиваясь, нужно тянуться за счет спины, а не рук. Но, честно говоря, вот по своему опыту, почувствовать спину куда сложнее, когда руки слабые. Потому что ты делаешь все для того, чтобы удержаться на турнике, хоть как-то подтянуться. Поэтому все силы у меня уходили только на это. Таким образом, понимая, что запястья у меня слабые, в целом руки слабые, и всегда так и было. Не зря я травму получила. Ну, я начала работать над тем, чтобы укреплять хоть как-то мои слабые руки. Вот. И так сложилось. У нас в зале занимаются ребята, которые любят побороться на руках. Вот. И они меня затянули в это дело. И я начала практиковать некоторые упражнения из армрестлинга. Делаю я эти упражнения раз в неделю после обычной тренировки. Что еще? Ну, подтягиваюсь я не только на обычном турнике стандартного диаметра, но также на турнике, диаметры которого шире. Причем прилично такой широкий турник для моих рук конкретно. Подтягиваюсь я средним хватом. Хорошо также использовать эспандер в качестве противовеса, чтобы как раз таки больше почувствовать спину, а не руки. И в то время, когда я начинала учиться подтягиваться, не могла найти в продаже эспандеров. Поэтому у меня была эластичная веревка, ну, которой не очень-то удобно было подтягиваться. Но суть не в этом. Гравитрона тоже в зале не было, поэтому я использовала помощь того, кто был в зале. И мне помогали немножко так поднимать, то есть за ноги подталкивать наверх, выталкивать наверх. Вот, затем, так получилось, я изобрела свой способ. То есть меня выталкивали наверх не за счет того, что ноги поддерживали, а чуть-чуть прикасаясь к спине, в месте сведения лопаток, я вперед старалась больше выгибаться и грудью тянуться к турнику. Ну, таким образом, я чувствовала, что у меня лопатки, они уходят назад, я их свожу назад. И до сих пор я использую этот метод, потому что, ну, мне так удобнее. Я нашла свой метод. Что еще очень важно, это напрягать не только свои мышцы, но еще и воли. Потому что, если вы, делая подтягивания, будете говорить, ой, как тяжело, мне ничего не получится, то, соответственно, ничего не получится. Вот, нужно, наоборот, настраивать себя более позитивно и как бы подталкивать, пинать что ли себя, говорить так еще разок, несмотря на то, что уже сил никаких не осталось, но говорить себе еще раз, еще раз, и вы сами увидите, как у вас будет получаться. И последнее, но не самое последнее, я бы сказала, очень-очень важное, это постоянство. То есть, нужно подтягиваться, например, не раз в месяц, да, не раз там в два месяца, а каждую неделю. Например, если есть по программе, в понедельник, да, например, я спину тренирую, у меня подтягивания, то я делаю в этот день, соответственно, подтягивания, например, после становой тяги. Вот, но, конечно же, после становой очень тяжело подтягиваться. Вот, когда, например, на неделе не написано в программе подтягиваний, то я делаю всегда и сама, например, после тренировки ног, потому что в этот день мышцы спины у меня наиболее отдохнувшие, свежие, и мне очень легко почувствовать свою спину. Но это чисто для меня работает. Не знаю, может быть, вам тоже это поможет. Нужно все пробовать. Разные методы и способы. Моя техника не идеал. Я продолжаю над ней работать, стремиться к лучшему. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok